Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Городские новости. С вами Татьяна Ионкина. Смотрите в информационном выпуске. День неизвестного солдата в Десногорске. Депутатский прием в офисе «Единая Россия». Форум победителей профессиональных конкурсов в Десногорске. Профориентационные занятия для учащихся школ в медсанчасти. А теперь об этих и других событиях подробнее. Сегодня, 3 декабря, по всей России отмечают День неизвестного солдата. Эта дата установлена в память о доблести безымянных воинов, павших защищая Родину в годы Великой Отечественной войны, а также в других войнах и конфликтах. Памятные мероприятия прошли в разных городах нашей страны. В Десногорске – День неизвестного солдата, отметили возложением венков и цветов на Кургане Славы. Чтобы почтить павших в боях солдат, молодежь, представители администрации, общественных организаций и предприятий Десногорска пришли в этот день на Курган Славы возложить венки и цветы к братским могилам солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. День неизвестного солдата Эта памятная дата появилась в календаре в прошлом году. Она выбрана не случайно. 3 декабря 1966 года вознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на Ленинградском шоссе в Александровский сад к стенам Московского Кремля. Партия «Единая Россия» установила единый день приема граждан. 1 декабря день рождения партии «Единая Россия». Отмечается он в особом режиме. По всей стране в этот день в общественных приемных депутаты всех выбранных уровней устраивают прием граждан по личным вопросам. В Десногорске прием проводил депутат Смоленской областной думы 5-го созыва от партии «Единая Россия» Михаил Лосенко. По записи к депутату пришли более 10 человек. Обращения и просьбы были совершенно разными. В основном сельские школы и дома культуры просят помощи на проведение водопровода, установку оконных рам, рукомойников и покупку телевизора. Десногорцы обращаются также и с личными просьбами – помочь в бизнесе, трудоустроиться, пройти регистрацию в квартире. Ни одна просьба не осталась без положительного решения. 3 декабря в средней школе номер 3 прошел форум педагогов-инноваторов Смоленской области. Какие темы они обсуждали, вы узнаете в нашем сюжете. Смоленский областной институт развития образования уже девятый раз проводит форум победителей профессиональных конкурсов среди педагогов. Каждый форум проходил в разных городах Смоленщины, чтобы максимально охватить новаторские проекты учителей и преподавателей образовательных учреждений в нашей области. В этом году он гостит в третьей школе Десногорска. Тема форума посвящена инновационному опыту педагогов в развитии регионального образования. Этот опыт педагоги принимают и очень ценно, что они имеют возможность пообщаться с тем носителем опыта, увидеть вот те тонкости, изюминки, которые зачастую не передают. Никакое методическое пособие, никакой учебник. И в этом самая большая значимость этого. На площадках школы мастер-классы для коллег проводили победители конкурсов «Учитель года», лауреаты национальных проектов, победители областных конкурсов и просто разработчики новаторских идей из Смоленска, Рославля и Десногорска. Сотрудники медсанчасти Десногорска совместно с Комитетом образования проводят занятия по профессиональной ориентации для учащихся 9-10-11 классов школ города. Эта работа проводится с начала этого учебного года. Для ребят организуются увлекательные занятия и экскурсии в мир медицинских профессий. Подробности вы узнаете в сюжете. Чтобы помочь будущим выпускникам определиться в выборе профессий, их знакомят с востребованными и современными медицинскими специальностями. Медсанчасть нуждается в высококвалифицированных специалистах. И чтобы привлечь молодежь, мы проводим данные мероприятия. Во время экскурсии ребята посещают отделение рентгенологической и ультразвуковой диагностики. Специалисты объясняют особенную значимость профессии. О том, как их исследования помогают в лечении людей. В клинико-диагностической лаборатории дети узнали от сотрудников, как делают при помощи современных аппаратов исследования крови и другие анализы. Я выбрала профессию врача, потому что она интересовала меня с детства. Это очень интересная профессия. Мне понравились световые микроскопы. Это очень было интересно наблюдать телеца крови. В скором времени, благодаря этим экскурсиям, наша больница пополнится новыми сотрудниками. А сейчас о криминальных происшествиях. В Смоленском районе возбуждено уголовное дело против рыбака-браконьера. В ночь на 21 ноября мужчина ставил рыболовные сети в районе деревни Рязаново. Он был задержан сотрудниками полиции после снятия улова. Ущерб, причиненный браконьерам, составил более 11 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, проводится расследование. И еще в Смоленской области перед судом предстанет инспектор дорожно-патрульной службы. Его обвиняют в получении взятки. В мае этого года 32-летний сотрудник полиции на автодороге Смоленск-Брянск остановил машину для проверки. В машине перевозились яблоки, которые водитель незаконно перевозил через территорию России. Полицейский предложил водителю дать ему взятку в сумме 4 тысяч рублей и отпустил нарушителя. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу. Теперь за неуплату штрафов можно попасть под арест. В этом году в Смоленске суд принял решение о привлечении граждан к административному наказанию в виде ареста по 1205 протоколам. Всего в 2015 году по административным правонарушениям в Смоленской области было составлено 37 200 протоколов. В случае неуплаты штрафа в срок он увеличивается в два раза. Или вы будете привлечены к уголовной ответственности. Полицейский откроет Смоленский центр патриотического воспитания. На базе культурного центра Музея истории смоленской полиции мемориал солдат правопорядка погибшим при исполнении служебного долга. Наша область поможет Севастополю противостоять энергоблокаде. Дизель-генераторные установки поступят в Крым и Смоленска. Чтобы решить вопрос энергетической обеспеченности, режим чрезвычайной ситуации в Севастополе не отменяется, несмотря на введение первой нитки энергомоста «Кубань-Крым». Для решения проблемы из регионов Российской Федерации в Крым продолжают поступать дизель-генераторные установки. Ими будут поддерживать общеобразовательные школы. Впереди Новый год. И так хочется в лесу срубить молоденькую елочку. А нельзя. Мобильные группы и стационарные посты из работников лесного хозяйства и полиции с 21 по 31 декабря будут охранять лесные массивы от незаконной вырубки деревьев. Если смоленин совершит рубку, в зависимости от ущерба лесу ему грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А сейчас информация от пресс-службы МЧС по Смоленской области. На Рослевском заводе стеклотары УАО «Ситал» произошло возгорание резиновой транспортерной ленты. До прибытия пожарных было эвакуировано 15 человек персонала смены. Прибывшие на сигнал огнеборцы за 29 минут смогли ликвидировать возгорание. Пострадавших нет. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова